итак долго я собирался хотел показать вспышки которые недавно приобрел это кактус 50 и ноу 565 и 560 мануальная вспышка в общем что мне не понравилось в вспышках первое пришло мне кактус 50 то что она вот какая-то вся хлипкая если даже сравнивать с китайскими братьями все равно они как-то более качественно сделал сразу первое что бросается в глаза это такой башмак странный не знаю зачем они такую реализацию сделали могли сделать вот что-то такое чтобы закручивалась то есть нажимаете она фиксируется здесь и ступор выползает который не даст вспышки слететь с фотоаппарата но это все криво держится сейчас я покажу зафиксировали нажали все но она немножко считается вот так же снимать по бокам нажали стопор выскочил все снилось металл конечно мы хорошо что металл не будет стираться ну мне кажется пластмасс был за это все время на стер все сколько два три года работать что еще мне не понравилось в кактусе это такая кривая визитка это вообще ее чтобы достать надо быть монстром и она вот так чуть торчит то есть как бы вы не прижимали она очень напрягает большой плюс у кактуса то что он ее при вертикальной съемке сама башка поворачивается больше чем обычные вспышки всегда так поворачивается строго вертикально и в кактусах можно еще по всему повернуть на 120 градусов здесь указано 120 градусов 120 градусов то есть при вертикальной съемке вспышка как бы у вас будет заваливаться немножко за спину и не будет пересвечивать верхний участок кадра если особенно сфотографируется на широком углу это узнаете очень удобно тоже на себе испытал и например на том же бинг холл приходится прикрывать немножко вот так ладошкой когда фотографируешь вертикальные кадры то есть дальше же голова не повернется все на дальше не поворачиваться многие рекомендуют повернуть вот вот так вспышку и тем самым получается кнопка спуска на фотоаппарате у вас окажется под мизинцем нет например я лично фотографирую с батарейной ручкой мне будет просто неудобно вниз держать кнопкой как-то круче надо быть монстром чтобы так фотографировать что еще хочу сказать по скорости перезаряда принципе они одинаковы почти но все равно ингноу намного не намного но быстрее заряжается и что еще на кактусе вот это идиотское меню кольцевое то есть что до чего-то там добраться надо мотать 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 иногда просто уже когда ты перескочил то что тебе нужно проще выключить включить и снова мотать замок потому что иначе можно так не знаю очень много времени потерять ну по меню ничего рассказывать такого не буду потому что принципе кто инструкцию читал все поймет но например я нормально так и не понял чтобы она у меня работала правильно как светоловушка почему-то срабатывает не всегда от света именно вот что поджигал я например какой-то одной вспышкой и поджигался тот же кактус как-то он или синхронизируется не всегда в попад видно что она срабатывает но срабатывает позже непонятно почему еще короче не разбирался что я в основном пользуюсь радиосинхронизаторы радиосинхронизаторы кстати на это кстати на радиосинхронизаторах она засыпает также как 45 у меня была до этого как 45 большой минус конечно приходится постоянно бегать и жать на вспышки там кнопочку что я полюбую чтобы она проснулась иначе она просто не будет заряжаться ну давайте сейчас вот это полный пух сейчас выставим и выберем вот мощность 1 к 1 можете посчитать сколько секунд она перезаряжается батарейки стоят аккумуляторные все зарядилось можно второй раз так матрики стоят аккумуляторную выдают 2 300 миллиампер причем да реальные 2 300 у меня зарядка умная она показывает заряда полную емкость так также ставил в эти вспышки они лупы батарейки 2 500 миллиампер часов тоже хорошо себя показали в принципе заряжается также ничуть там не быстрее также нормально где-то 6 7 секунд я так считаю вот в целом вспышка нравится у нее принципе все нормально но очень как-то так вот мне нравится как-то она задевает что ли как-то не очень легко все это крутится дело я вправо еще хорошо а вот вверх-вниз включение что она как-то так вот не очень обращение все равно складывать что 45 вспышка как тут была намного как-то прям лучше что я сделала пирог башка у него чуть была пошире как-то и сама по себе на такое ощущение что было лучше вот тут не знаю кстати зачем порт нужен вот кто-то что-то писал ну толком никто ничего сказать не может вот ладно что хочу сказать про ну я и брал в основном то из-за высокоскоростной синхронизации включается на двойном нажатии и так еще раз повторяю что я брал то вспышку как-то 50 только из-за высокоскоростной синхронизации включается она синхронизация на этой вспышке двойным нажатием двух кнопок то есть один раз нажали все видите аж загорелась он в меню фотоаппарата все отображается в принципе вот включился high speed синхронизации но из меню нельзя выбрать high speed переключить там на обычный режим да то есть странно почему так не реализовали например у ингно там можно переключить на ходу там по 1 2 шторки здесь как бы нет только можно посмотреть что что вспышка умеет а что там еще вот и есть например взять например поставим приоритет выдержки можно уже купить до одной восьмитысячной сейчас попробуем что против света сфотографировать со вспышкой на такой выдержке нет меня все равно стоит тысячу почему-то вот пожалуйста кстати high speed работает на улицу конечно сейчас не не буду уходить но вот видите одна восьмитысячная 6 и 3 и пых вспышка подобрала сама мощь пыха все нормально так пожалуйста не пересвечено все нормально так номер давайте поговорим о 565 ну сделано конечно на порядок лучше чем кактус во первых крышечка батарейная меня вообще блин просто радует открыл она сама открылась и спокойно меняешь батарейки то есть никаких проблем нет вообще как в то есть там одной рукой держишь крышку вторую там пытаешься батарейки засунуть все четко кстати здесь меня сейчас стоят и не луп до 500 визитка четкая остается быстро все грамотно подсветка мне кажется все таки лазерная потому что знаете такой красный и грящийся такой свет с нее идет как с лазера для дополнительного блока подключения и для ipc порт вот и за мне такое исполнение больше нравится крепежа то есть она какое-то такое грамотно и в то же время надежно так включается она долгим нажатием на кнопку онков уже заряжена так что хочу сказать ну давайте наверное тоже также попробуем полный пых посмотрим на скорость перезарядки ну заряжается очень быстро то есть отлично вообще в восторге